итак сегодня у меня задача проверить много чего например свечи накала проверить внутри состояние поршневой группы засунуть туда зонт и посмотреть но как это сделать двигатель у меня простой но собственно это не важно вот таким ключом на 10 обыкновенный со строительного магазина снимаем конечно сначала предварительно общую шину со свечей накала ну и просто ключик на 10 видите в эти отверстия неудобно откручивать поэтому сверху вот на эти грани ключиком на 15 у меня 10 на 11 поэтому сюда подходит на 15 и вот просто откручиваем поэтому вопросов возникнуть не должно и откручиваем свечи складываем вот так чтобы было видно какая из них будем проверять свечи какая из них не рабочая на всякий случай раз я ну и залезем туда в поршневую группу посмотрим в каком состоянии поршневая группа для этого я купил недорогой там буквально 350 гривен это 12 на 13 долларов стоит камера с небольшим разрешением 640 на 480 но это должно этого достаточно для того чтобы вот такие простые вещи посмотреть ну и сейчас открутил достаем вот в таком состоянии в принципе небольшое черный здесь был двигатель прогретый сажа была но нагара как такого здесь нет что на поршнях сейчас будем смотреть ну сейчас буду выяснять и заодно померяю компрессию я купил компрессометр дизельный и будем проверять компрессию что нужно делать дальше вот я из набора выбираю вот такую насадку которую вкручиваю для того чтобы померять ну вот буду мерить в первом цилиндре сейчас затяну ключиком и здесь быстросъем класс зажимается сюда в быстро-быстросъемный но для этого надо затянуть ключиком и так для того чтобы замерить я еще открутил вот здесь чтобы топливо не попадала и не было так называемая масляная компрессия сейчас подложил сюда тряпочку но что-то она сильно брызгает надо еще тут тряпочками застелить первый замер условно 20 бар это в первом цилиндре сейчас будем мерять все остальных в первом 20 и так замеряем второй я перец присоединил пришлось немножко трубочки под подвинуть по раскручивать меряем второй тут 21 все теперь переключаемся на третий под соединил к третьему меряем на третьем а вот на третьем есть проблема 17 хорошо переключаемся на 4 итак меряем теперь четвертый а на четвертом у нас 13 с половиной ну и теперь возникает вопрос почему снова перейдем на 1 там было 20 перепроверим и так с проверкой самих цилиндров и поршней эндоскопом у меня не получилось эндоскоп 5 и 5 миллиметров и в отверстие здесь немножко толще получился в резьбу влазит а там в нижнее отверстие не пролазит поэтому для того чтобы проверить нужно форсунки снимать но проверить можно сами свечи и оказалась проблема добрый день по проверку свечей ставим на тестере 200 он самый низкий какой у вас есть номинал проверяем чтобы он там смотрите где-то 01 погрешность и замеряем ставим плотно ну вот он показывает где-то 06 не знаю правильно это или нет сейчас посмотрим вот это мне кажется больше проверяем на 01 и замеряем вот один он наверное это больше похоже здесь 109 еще лучше а остальные две нерабочие оказались меня оказались меня не в кадре да значит вот это я мерял на корпус и на электрод вот так и показывает так набираете самый лучший контакт 09 еще две оказались не не годные хотя я осенью проверял ничего ничего не показывает и еще одна ничего не показывает поэтому под замену запоминаем две рабочие две нерабочие одна у меня где-то есть поэтому к осенью на этом автомобиле при температуре выше плюс пяти свечи не включаются вообще поэтому сейчас можно их даже на это не обратить внимание но поменять две две свечи нужно поменять ну вот а для того чтобы сфотографировать колодцы и поршня и цилиндры нужно снять и так у меня особенно нужно эти два потому что 21 20 16 14 особенно эти два хочу посмотреть и принять решение то ли раскоксовывать то ли еще что то делать ну в общем то на этом все со свечами все в порядке но все выяснилось но и еще продолжу с эндоскопом ну что же я продолжаю значит напомню компрессия была 20 20 16 14 что я делаю сейчас выкрутил все заново и у меня есть эндоскоп хочу вам сказать что сейчас я уже начал первый этап раскоксовки который придумал сам ну потом я буду делать специальным препаратом шума это понятно это я но но в первый этап я решил сделать обыкновенным почта на форумах что очиститель карбюратора хайвир очень сильно снимает на почему я решил сделать первый этап потому что ну хотя я купил эндоскоп самый такой обыкновенный значит 5 5 миллиметров но всего разрешение 640 на 480 когда включаешь в принципе мне сказали что в общем то изображение показывает но когда опустил цилиндр полная чернота ну вообще ничего не видно кроме видно что бугорки какие-то черные я даже не не снял видео потому что думал что бесполезно это видео все равно ничего не видно но вот сейчас я значит машину поставил на 4 передачу и время от времени делаю вот такие манипуляции засовываю туда и по три пшика обыкновенных не длинных сейчас постараюсь засуну понятно значит засунул и и по три вот таких пшика в каждый цилиндр и потом стою и вот через каждую шатаю машину и так как она стоит на скорости то вот здесь у меня видно на ремне что туда-сюда двигается ремень я машину шатаю туда-сюда коленкой соответственно двигаются кольца поршни двигаются поршни и кольца в движении я но суть в чем что сейчас когда я включаю эндоскоп сейчас я кстати продемонстрирую не знаю будет ли видно с экрана на самом деле экран разрешение не очень поэтому может быть и плохо видно значит сейчас я его уменьшу и вот у меня ситуация какая я увидел что там есть поршень что он оказывается рельефный смотрите я вижу светлый поршень рельеф на поршне оказывается он там фигурный а до этого ну просто сплошная чернота то есть вот так помогли приблизительно уже десятый раз но или там восьмой я вот такие пшики делаю по два-три пшика не небольших ну и и так засовываю в другой вам ничего не видно но простите ну вот показываю экран и оказывается там есть жизнь на марсе до этого был абсолютно недоступный недоступная чернота есть поршень и он не абсолютно черного цвета по какой-то там себе есть рельеф поршень видно но это значит что какой-то процесс происходит я сейчас попробую снять это я просто с камеры на камеру попробую снять видео может быть будет лучше но суть в том что процесс какой-то происходит сейчас я все на место поставлю проведу несколько километров чтобы не осталось там никакой жидкости на место поставлю форсунки и снова примерю потом снова сниму и снова померю компрессию после вот просто хайгер очиститель карбюратора но планирую еще конечно же сделать стандартный шум и уже купил специально для этого а потом еще и в масло раскоксовывающее средство но сначала вот обыкновенный очиститель карбюратора просто по отзывам он один из самых сильных ну а сейчас пока в общем то все так снимаю следующее видео я померял в первом это же 21 и так у меня было 21 20 16 14 сейчас я меряю 21 21 бар и я честно говоря в шоке тут уже я не знаю что произошло не может я два цилиндра правильно мерить а два неправильно горячий точно также 90 градусов только вот я приехал при 90 градусов начал разбирать понятно что чуть-чуть подостывает все горячий или ну вот такая ситуация ну что ж меряю теперь первый оттуда первое то не знаю как он считается он был 21 и и меряю сейчас тоже 21 ну и теперь померю второй если считать слева и так 21 пока сейчас 2 померю 21 21 ну что ж вот последние цилиндры я померил 22 бара 22 бара значит суть в чем что после того как я ну в течение пару часов по пшикал раз по 10 по 3 пшика пшик пшик потом шатал машину на скорости чтобы двигались поршня туда-сюда ну и так в течение полтора два часа я хотел это сделать первым этапом чтобы очистить просто верх поршней и потом купил комплект очистки шума комплект очистки бг 109 и 115 комплект в масло и теперь сомневаюсь что я буду это делать в этот раз на эту смену масло возможно на следующую я сделаю или когда там уже но вот хочу поделиться с вами такой радостью интересным опытом пожалуйста пробуйте так это у вас будет или нет я не знаю ну вот таким чудесным образом 21 22 21 21 огонь теперь я еще хотя я когда вместе с тем что я заливал карп клинил очиститель карбюратора хайгир именно он очень сильный я еще и чистил форсунки ну распылитель не чистил просто раскручивал распылители ставил их именно сами кончики распылителя и опускал в димексид и потом тоненький тоненькой проволочкой насквозь прочищал отверстие ну это такая себе чистка ну а теперь я займусь еще отвезу на диагностику форсунки поставлю путные форсунки и будет все в порядке с автомобилей полностью то есть это сегодня еще с цеплением рабочим цилиндром у меня пропускал поменял ремкомплект тоже видео снял будет на канале всего доброго желаю вам таких же результатов меня это очень порадовал увидимся на канале